И меня, кстати, Алла Пугачёва поздравила в этом году, за что ей огромное спасибо. Алла Борисовна, я уже не зря родился. Вот, я вас поздравил, и вы меня, и это большое счастье, что вы знаете о моём существовании и отличаете меня от стенки. Мне понравилось наблюдение поэтессы и филолога Татьяны Щербины, которая сказала, что для России год драконов всегда был годом предварительным, годом предварительных скрытых перемен, а решающим год змеи. Ну, условно говоря, пятый, семнадцатый, пятьдесят третий, ну и не в последнюю очередь те из переломных последнего времени годов. Например, во многих отношениях переломный 2013, который считается годом победы консервативной башни Кремля. Именно после этого, в 2014-м, в начале развелась, развернулась агрессия Крыма. Для России всегда, действительно, год змеи был мудрый, ядовитый, кусающий свой хвост, но всё-таки сильный, благородный. Был всегда довольно важным годом. Драконы – это же вымершее животное. Драконы были, наверное, там, среди драконов мы узнаём какие-то тени реальных динозавров, которые где-то в генетической памяти человечества остались. Но драконы вымерли, вымерли и шварцевские драконы. Это время отжившего, отжившие формы. Они огнём-то пыхают, и головы-то у них три, но рано или поздно их, как у шварцев, начинают гнать в три шеи. Мы хорошо это помним, и мы это видели, с нами это было. Почему, так сказать, цикличность российской истории имеет свои преимущества? Это очень важная штука. Да, наверное, цикличность плоха своей предсказуемостью, своей банальностью. Как известно, ситуация повторяется, если она банальна, если она не изжита. Значит, как говорит Эдвард Родзинский, если вас оставили на второй год, вы чего-то не поняли. Да, это действительно так. Российскую историю оставляют на второй круг вот уже семь веков. Но преимущество есть одно. Мы уже слышали все эти разговоры, что мы самые большие, что мы непобедимые, что мы не начинаем войны, а мы заканчиваем их, что империя обязана воевать, что мы наведём порядок везде, куда придём, что если русские к вам пришли, вам остаётся только руки поднять. И тогда, может быть, вас пощадят. Мы всю эту миролюбивость, нисходительную или агрессивно-наглую риторику, мы слышали. И о том, что Советский Союз это навсегда, мы тоже слышали. И о том, что мы такие большие, что нас никто не может победить. Ну да, такие большие. Победить никто не может. Сами себя в результате мы вытаскиваем за волосы из любого болота. А иногда не вытаскиваем. Иногда даже и такие большие. Понимаете, дракон ведь тоже очень большой. Динозавр был очень большой. Но он, тем не менее, вымер, потому что он перестал соответствовать реалиям. Для этого никому не пришлось его завоёвывать. Он просто взял и вымер. Поэтому всё это было. Мы всё это слышали. Всю вашу пропаганду мы слышали не только в 79-м, когда я хорошо её помню. Не только в 80-м, когда вы вошли в Афган. Мы её читали у славянофилов, мы её читали у Константина Леонтьева, мы её читали у всех этих деятелей о русской чёрной сотне. И страшно сказать, даже в книгах самых умных из русских черносотенцев, самых продвинутых, мы всё равно читали то же самое. Мы самые лучшие. Нас никто не победит. Да, у нас есть свои недостатки. Но мы решим их самостоятельно. Никто не смеет нам указывать, как писал Василий Васильевич Розанов, Россия – это тот конь, который ни под чьё музыку не затанцует. Нет, он не затанцует никогда. Он просто возьмёт и в очередной раз отбросит копыта. А потом будет долго возмущаться, возвращаться, говорить, что это его подставили. И опять-таки без всякого злорадства мы об этом говорим. Потому что крушение империи, как у Диченко в Армагеддоне, у Марина и Серёжи, оно приводит всегда к тому, что труба пониже и дым пожиже. Всегда становится хуже. Всякое возрождение, всякая инкарнация – это довольно болезненный, мучительный процесс. Но то, что мы всё это видели и на наших глазах всё это обрушивалось, мы это помним, этого из нашей памяти не сотрёшь. Поэтому не надо нам, пожалуйста, говорить о том, что вот уж на этот раз у вас всё получится. Это как, помните, в фильме «Деревня утка». Уж вот на этот раз мы построим, вытаскивает гвоздь, и всё это со скрипом и пылью и криками обрушивается. Потому что это не та система, которая может миру что-то предложить, которая может вписаться в мировой оркестр. Это та система, которая, подобная героям Феллини на репетиции оркестра, приходит, всё расшатывает, всё разбивает. И после этого людям приходится с трудом, с болью, с муками опять собираться и опять играть всё ту же музыку Нины Ротто. Пожалуйста, с седьмого такта. И после очередной вот этой чугунной бабы, которая прилетела по мировому оркестру, слово «баба», оно не зря означает ещё и страшный чугунный снаряд, а Россия не зря вот эту женскую идентификацию всё время продвигает. После того, как эта чугунная баба в очередной раз прилетела по стенам, а в здании репетиции оркестра среди пыли и среди бетонной крошки режиссёр, то есть дирижёр и режиссёр, кстати говоря, тоже по-прежнему встают к пюпитрам и говорят, с седьмого такта, пожалуйста, остановить мировой оркестр невозможно. Можно испортить жизнь музыкантам, но разговоры о том, что мир станет другим, что Россия его поменяет и что дальше царствовать будем мы, ребята, это вы оставьте тому, кто не жил в 85-м году. Я жил. В этом году, на Новый год, российский конь удивительным образом продолжал танцевать под Герку Сергеевичу. Мы видели эти видео со всей страны, как люди, несмотря на все пугалки украинских органов, всё равно включают украинские песни и танцуют с рефреном «Щи невмерла Украина, выпивая водку». В этом году, отказываясь смотреть голубые огоньки, я видел лично своими глазами в сториз, в том числе моих друзей, в том числе абсолютно незнакомых людей, люди включали в Ютубе старый новогодний мюзик «Золушка», где Верка Сергеевичка и Филипп Киркоров, и Вера Брежнева, которая сейчас собирает коммунитарную помощь и отвозит нуждающимся, в том числе украинским беженцам, вместе в одном кадре, значит, танцевали под Гоголя. Говорит ли это нам о том, что, несмотря на все старания и всю эту антиукраинскую риторику, невозможно объяснить российскому избирателю Владимира Путина, что украинцы враги всё равно душа будет танцевать под Верку Сергеевичу, петь «Щи невмерла Украина» и петь горилку. Меня это порадует. Меня это не радует совсем, потому что, во-первых, Верка Сердючка – это далеко не венец украинской культуры. Я уважаю Андрея Данилко как замечательного артиста, но, понимаете, «Щи невмерла Украина» в его исполнении, или «Лаша Тумбай» в его исполнении – это всё равно не то, что я буду слушать. Я буду слушать или петь за столом «Червону калину», если уж на то пошло. Просто это музыка другого качества. А если говорить о том, что вот Россия продолжает смотреть мюзиклы позднего Путина, это как раз говорит о том, что наша культура очень скудна, что нам практически нечего предложить. Это вообще ужасно, что Россия до сих пор в Новый год показывает комедии Рязановой «Гайда», Данелий уже для неё сложноват, что она запускает старые песни о главном. И ужас не в том, что они о главном, а в том, что они старые. Ничего не системно, не психологически, не идеологически нового Россия миру и себе за последние 30 лет не предложила. Она попыталась поискать что-то новое, но уже в 96-м году она с подачи Эрнста плюхнулась в старые песни о главном, когда неосоветские звёзды пели песни советских звёзд из советских кинофильмов. Это было ужасно. Понимаете, это вечное перебирание фотоальбомов с этими, знаете, зубчиками фотографий «Привет из Крыма». На это смотреть невозможно. Ребята, этот мир кончился, хотите вы этого или нет, эта Атлантида затонула под собственной тяжестью, и надо предлагать что-то новое. Понимаете, вот у меня так совпало, что я на этот Новый год, когда у меня бывало свободное время между Эховскими и иными эфирами, я читал роман у Эльбека «Уничтожить». Это его 12-я книга большая. И вот у Эльбеку, сколько там он у меня старше на 10 лет, у Эльбеку можно только позавидовать в том плане, что это абсолютно новая книга, на абсолютно новых реалиях, в абсолютно другой манере. Сколько бы мы ни говорили о том, что Эльбек скучающий европейский мизантроп, но давайте будем честны, его мизантропия ужасно разнообразна. Мизантропия в расширении пространства боя или в элементарных частицах была совсем не та, что в острове или в «Уничтожить». Это совершенно разные вещи. Я порадовался тому, что «Уничтожить» – это такая большая, такая новая книга с таким количеством новых и компьютерных идеологических реалий, с абсолютно новым механизмом сюжета. Сейчас, кстати говоря, я защищаю тут идею триллера. Триллер первым жанром по-прежнему остается, который реагирует на мировые системные сдвиги. И главные триллеры прошлого года, прежде всего такие, как «Остык мир позади», они показали, что появились новые сюжетные механизмы, механизмы хаоса, распада, которые становятся главными, простите, триггерами триллера. И эта книга, вот вы не поверите, я вам ее горячо рекомендую, она такая интересная. Это ваша отмирающая Европа, которая ненавидит себя, которая ругает себя, которая стыдится собственной, так сказать, бесполости и деградации. Она такая свежая, новая и увлекательная на фоне того бесконечного пережевывания одних и тех же имперских комплексов, которыми занята русская литература. Я так счастлив, что мой новый роман совершенно не на этом материале. Ужас берет от того, до какой степени пережевана вся наша жвачка, и какую ослепительно новую повестку предлагает миру 24-й год. В Америке, в Европе, в Латинской Америке, где угодно, люди стараются вырваться из этого. А мы на этом фоне смотрим вверху сердючку. Ребята, хватит, иначе мы для всего мира так и останемся реликтом вроде скелета динозавра. Понравилось это видео? Поставьте ему лайк и подпишитесь на канал Ходорковский лайф. Так мы вместе приближаем не только мир, но и Гагу.